Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» в студии Владимир Прищепа. Минувшую среду в конференц-зале администрации городского округа состоялось заседание Общественно-экономического совета по рассмотрению и поддержке приоритетно-инвестиционных и иных бизнес-проектов при администрации городского округа. В работе заседания приняли участие члены совета, представители бизнес-сообщества. На днях 7 октября город Кумертаус деловым визитом посетила рабочая группа по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции во главе с генеральным директором некоммерческой организации Фонд развития моногородов Ильей Кривоговым при участии министра экономического развития республики Сергея Новикова. В результате достигнуто положительное решение о взаимодействии Фонда развития моногородов с Кумертау. И теперь ожидается подписание генерального соглашения между гендиректором фонда и главой республики. Работа с фондом открывает ряд преимуществ нашему городу. Об этом говорил глава администрации городского округа Борис Беляев. Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов внешней инфраструктурой, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов, до 95% от стоимости. Второе. Участие фонда в реализации инвестиционных проектов посредством финансирования за счет средств фонда на очень выгодных условиях для бизнеса. Создание территории, опережающего социально-экономического развития в границах нашего моногорода. Кумертау – это сегодня реальный претендент на такой статус. Фонд оказывает содействие в подготовке инвестиционных проектов, в том числе в отношении которых не планируется финансирование с использованием средств фонда. Фонд выполняет в этом случае функцию проектного офиса. Сегодня можно с уверенностью сказать, что фонд развития моногородов взял наш город под опеку. И помимо развития крупного бизнеса, в планах фонда и их партнеров развитие малого и среднего предпринимательства города Кумертауна. Так, например, для моногородов первой категории или с наиболее сложным экономическим положением могут быть предложены специальные предложения по предоставлению заемных средств от 60 до 150 миллионов рублей с привлекательными процентными ставками от 13,5 до 15%. Об этом в режиме видеосвязи рассказала заместитель директора департамента по работе с кредитными организациями дирекции фронт-офис МСП банка Ольга Макаева. Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, финансирование проектов или погашение кредитов с других банков. При необходимости для реализации крупных инвестпроектов могут быть привлечены средства Фонда развития моногородов с 5% годовых. Однако такая поддержка может быть оказана лишь наиболее интересным проектам, в частности, направленных на экспорт, изготовление высокотехнологичной продукции или импортозамещение. На какой стадии должна быть бизнес-идея для того, чтобы получить кредит? Это уже должен быть бизнес-план с финансовым моделью или уже какая-то проектная документация, например, если это строительство или приобретение оборудования. На какой стадии возможно получение займа через МСП банк, через банки-партнеры МСП банка? Так как в линейке партнеров у нас есть, например, микрофинансовые организации, насколько я знаю, они выдают первоначальные займы до 10 миллионов рублей на организацию своего бизнеса. И эти деньги могут быть направлены в том числе и на разработку проектной документации. Если мы говорим о банковском финансировании, об инвестиционном кредитике, для этого, конечно, приветствуется, чтобы проект был проработан, чтобы как минимум была сделана проектная документация, если речь о стройке идет, чтобы был подготовлен бизнес-план. Впрочем, такие проекты разрабатываются и бизнесменами Кумертау. Об инвестпроекте, производстве средств малой механизации и инструмента для монтажа ЛЭП рассказал заместитель директора предприятия «Энергомаш» Александр Привалов. Для расширения имеющегося производства организации требуется 100 миллионов рублей. Мы планируем изготавливать линейную арматуру. На данном этапе мы сейчас уже освоили инструмент специальный для монтажа и обслуживания линий электропередач. Это различного рода зажимы, ролики монтажные для протяжки ЛЭП. Зажимы до настоящего времени большая часть делалась в Украине, Китае и Западной Европе. То же самое касается и роликов монтажных. Изучив проблему, как я уже говорил сегодня, помимо инструмента и различного технологического оснащения, мы также планируем начать изготовление линейной арматуры. Это уже предметы, непосредственно участвующие в передаче электроэнергии. То есть инструменты – это монтажные приспособления, то есть отработали, сняли, а это уже участвует в передаче электроэнергии. Тут тоже ситуация такая, что практически 70-80% рынка – это Украина и Китай. Мы хотим поставить современные линии по полицейному производству и оборудование современной по механической обработке металлов. Еще два проекта, которые вызвали интерес у участников заседания – это строительство цементно-помольной станции и разработка и добыча угля на маячном месторождении. По словам руководителя проектов, директора предприятия Сандинской гипсоперерабатывающей комбинат Василия Коробкина, общая стоимость инвестиций – порядка 120 миллионов рублей. Предложения МСП банка он считает выгодными для развития бизнеса. Конечно, предложения очень интересные, очень действенные, тем более в сфере того, что банки коммерческие меньше 16-17% кредитования не предлагают, процентные ставки под 13-13,5% годовых, конечно, помогают именно для развития в таких непростых условиях, которые существуют сейчас в условиях кризиса. Я думаю, это, конечно, очень положительно. Мы в декабре прошлого года закончили активную фазу строительства Сандинского гипсоперерабатывающего комбината. Выходим сейчас на проектные мощности. В связи с этим мы не стоим на месте. В этом году совместно с партнерами была создана коммерталовская производственная компания, которая будет осуществлять производство цемента в нашем городе. Объем производства будет порядка 100-120 тысяч тонн цемента. Сейчас также идет активная фаза строительных работ. Уже проплачено оборудование, которое будет поставлено в начале декабря. И начнутся монтажные работы. И мы планируем в мае-июнь следующего года запустить этот проект. И у нас в городе будет цемент собственного производства. Производство планируется запустить в мае-июне будущего года. На предприятии будет создано 35 рабочих мест. Что касается занятости, в Кумертау дополнительно нужно создать порядка 6 тысяч рабочих мест и довести количество работающих до 18 тысяч. Для того, чтобы уйти от монопрофильности, отметил глава администрации Борис Беляев. Первый ответственный шаг по созданию условий для развития бизнеса сделан. Город на пороге больших перемен. Но и со стороны бизнеса общества необходима активность. Ведь от этого зависят будущие города, отметил глава города. Надеюсь, что предприниматели нашего города, они активизируются и воспользуются предоставленными возможностями. Ведь на самом деле сегодня у вас, уважаемые предприниматели, есть реальная возможность напрямую работать с федеральными институтами развития. Это федеральный центр проектно-финансированный, повторюсь, фонд развития моногородов, фонд развития промышленности, ну и другими ведомственными. Мы их всех вам можем перечислить. Сегодня ни один город в республике Башкортостан не может представить данные и такие условия для развития бизнеса в том или ином населенном пункте. Для реализации бизнес-идей предпринимателям в Кумертау будет оказывать помощь агентство по развитию территории. Специалисты агентства готовы сопровождать инвест-проекты по принципу одного окна, где предпринимателям предлагают различные виды услуг, в том числе консультирование, сотрудничество с кредитными организациями, с фондами развития, составление пакета документов для реализации бизнес-идей, помощь в прохождении разрешительных процедур. Для местных предпринимателей услуги бесплатны. Агентство находится по адресу Горького, 11. Далее на заседании были обсуждены вопросы предоставления налоговых льгот субъектам малого и среднего предпринимательства в моногородах республики, возможность создания на территории города Кумертау индустриальных парков. На этой неделе Кумертау с рабочим визитом посетила уполномоченный по правам ребенка в республике Башкортостан Милана Скоробогатова. Она приняла участие в семинаре-совещании «Реализация и перспективы здоровья в условиях реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями реабилитационных центров», а также посетила социальные и образовательные учреждения города. Все подробности расскажет Айгуль Мухамедшина. Тема семинара-совещания актуальна. В сложных экономических условиях, когда происходит разного рода оптимизации, не потерять внимание к семьям, где воспитываются дети-инвалиды. Поэтому вопросы реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова обсуждала вместе со специалистами Министерства образования, здравоохранения, Минтруда, а также заместительный глав администрации по социальной политике, которым нужно на местах решать те или иные вопросы, связанные с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Участников форума поприветствовал глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Я думаю, что мы сегодня с вами должны обсудить очень важную тему для нас, для руководителей, в том числе и муниципальных образований, чтобы мы могли здесь правильную, прозрачную выстроить логистику по работе с семьями, имеющими детей-инвалидов. И вы должны как можно ярче, громче кричать, говорить об этом именно главам администрации, чтобы мы могли включаться в эту работу более активнее, внимательно к этой теме подходить. И вы должны понимать, что вы не одни с этой проблемой работаете. И органы местного самоуправления, и республиканские органы власти должны просто как можно максимально включаться в эту работу. Уполномоченный по правам ребенка выразила благодарность главе администрации Борису Беляеву за неравнодушность к вопросам охраны детства. Так или иначе, встречаясь со специалистами, я прекрасно понимаю, что первичная задача на сегодняшний день, конечно, это экономическая составляющая, как выжить. Как сделать так, чтобы платилась зарплата, чтобы в домах было тепло, ну и так далее, и так далее. Вот все, что связано с экономическим блоком. Но, Борис Владимирович, есть у меня очень важное убеждение, что именно потому, как чувствуют себя дети, а особенно та категория детей, которая требует особой заботы, да, это и есть талакмусовая бумажка, по которой можно судить о нашей работе, насколько правильно мы ее делаем и в поле экономической. Ну и вот со стороны обращаемся к вам, знаем, как вы человек бесконечно неравнодушный к детству, и такие диалоги очень легко с вами выстраивать, и на самом деле вы уникальный город, в котором, ну, происходит все молниеносно, иногда на уровне взглядов за это вам огромное спасибо вот от всех специалистов, да, если вы меня поддерживаете. На примере работы, построенной в Кумертау, были рассмотрены вопросы, с которыми сталкиваются практически все муниципалитеты, в том числе принимавшие участие в работе семинара. Это представители Истерлитамагского, Зианчуринского, Кугорчинского, Мелюзовского, Довлекановского и Куергазинского районов. Общую, единую задачу всех служб, учреждений, ведомств мы видим в создании доступной среды жизнедеятельности для таких детей и организацию грамотного сопровождения семей и их адаптации. Еще одна цель встречи – это обмен опытом. Так, например, участников заинтересовала информация о бесплатном посещении детьми-инвалидами дошкольных учреждений. В Кумертау финансирование таких затрат происходит за счет средств местного бюджета. Милана Скоробогатова высоко оценила алгоритм работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, когда на каждую из них составляют паспорт. На стадии разработки проект, в котором для решения острых проблем за семьями закрепляется депутат местного совета. Говорилось также о работе специализированных клубов, кружков и секций. В ходе заседания обсудили изменения в законодательстве. Так, например, о классификации и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель руководителя бюро Роза Бакиева. Роза Мухаммедовна подчеркнула, что каждый случай установления инвалидности рассматривается согласно утвержденному перечню показателей. В целях обеспечения прозрачности установления ограничения жизнедеятельности, определения инвалидности, эффективности мер реабилитации инвалидов реализуются концепции совершенствования службы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. В рамках государственной программы «Доступная среда» Министерство труда и социальной защиты разработало новые классификации и критерии установления инвалидности. Впервые введен единый подход к проведению медико-социальной экспертизы граждан по всей России. Подробность информации о предоставлении социальных услуг детям с ограниченными возможностями рассказал начальник управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Дмитрий Дубровин. Вообще государством при установлении статуса ребенок-инвалид, после того, как ребенок прошел освидетельствование, устанавливается различными законодательными актами комплекс мер, который направлен, как мы уже сегодня говорили, и нужно доводить до мам, что это возможность в период получения инвалидности поработать с ребенком, чтобы исключить уже, чтобы ребенок мог сам самостоятельно жить. И вот сегодня предусмотрен большой комплекс соответствующих мероприятий. Если говорить о мерах соцподдержки, если говорим о федеральной составляющей, которая перед вами, ну, надо сказать, что дети-инвалиды – это категория федеральная, у нас с вами появилась такая тема, мы разделили льготников на федералов и регионалов с 1 января 2005 года, помните, как это все происходило, значит, вот по «дети-инвалиды» у нас является федеральной категорией льготников, и вот федеральным бюджетом на Республику Башкортостан предусмотрены такие средства, он, скажем, 2 миллиарда на этот год. Если мы говорим о мерах соцподдержки Республики Башкортостан, то мы наряду с федеральными установили свою, это пособие по уходу дополнительно к федеральной, которая раньше была 1480, сейчас она за 6000 как бы перешла, которая тоже проблема, как бы сегодня есть, у нас будет большое количество обращений, что если мама работает, но ребенок тяжелый, и она эту выплату получить не может. Как бы мы вчера выносили этот на госсобрание вопрос, как бы попробуем, может быть, мы выйдем, поработаем с инициативой, просто мы считаем, что это как бы неправильно. Остро обсуждались вопросы, касаемые санаторно-курортного лечения, предоставления земельных участков семьям, где воспитываются дети-инвалиды, обеспечение лекарственными препаратами детей со сложными диагнозами. Программа семинара продолжила ознакомительная экскурсия в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Это один из лучших центров не только региона, но и страны. Здесь оздоровительные процедуры проходят жители из разных уголков России, поделился директор учреждения Рамиль Абдулин. Гости посмотрели условия пребывания пациентов, перечень медицинских и реабилитационных услуг, кабинеты водолечения, массажа, физиотерапевтического лечения, светолечения и многие другие. Гости также посмотрели палаты для стационарного пребывания детей. Миланову Маратовну интересовали вопросы соблюдения санитарных норм и требований, виды занятий детей после лечебных процедур, оформления информационных стендов и многое другое. Центр является многопрофильным реабилитационным лечебно-профилактическим учреждением, где реализуются комплексные реабилитации и социальные адаптации детей и подростков. Проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья никто не знает так, как родители, которые их растят. С целью объединить их при Центре Самоцветы был создан клуб «Вера, Надежда, Любовь». Здесь собираются мамы с детьми, у которых сложные диагнозы. Так организуется возможность общения детей, ну а взрослые обсуждают наболевшие темы. Интересующие вопросы они задали уполномоченному по правам ребенка. Что касается в целом семинара, гости из соседних городов и районов говорят, что такие встречи полезны и поделились своими впечатлениями от увиденного в Кумертау. Такой семинар, который мы сегодня посещаем, он уже второй, потому что первый выездной семинар по данной проблематике был у нас в Тель-Тамасском районе. Мы проявили интерес для того, посмотреть, как у вас это направление в социальной сфере реализуются, какие-то идеи ваши перенять, сравнить своим опытом, свой опыт, чтобы в этом плане улучшить. Конечно, он полезен. Сегодняшняя встреча действительно была очень полезной и очень информативной. Узнали именно некоторые аспекты новые, узнали для себя о работе с детьми-инвалидами, каким образом вести учет, какие условия должны быть созданы, как организовывать обучение их с досуг. И посещение вот этих всех объектов, работа с инвалидами города Кумертау дает, конечно, какой-то определенный настрой, что ли, или опыт для организации работы в своем районе. Очень интересный клуб откровения, когда мамы детей, воспитывающих в своих семьях инвалидов, объединились и решают какие-то свои общие проблемы. Это действительно нужно в наше время. Такая работа необходимо нам проводить. Я так думаю, что мы в своем районе тоже будем проводить работу в этом направлении. Ну и дети сейчас, инвалиды, они должны быть включены в общественную жизнь. У нас сейчас реализуется инклюзивное образование. Поэтому вот эту работу, вот то, что мы сегодня посмотрели, этот опыт нам очень полезен. Что-то будем перенимать, какие-то свои идеи будем воплощать в жизнь. Немалый интерес у ГАСИ вызвала деятельность Центра адаптации для слепых и слабовидящих детей, подростков и молодежи «Современник», где есть спортивные занятия, киноклуб с тефлоновым переводом, занятия за компьютером, имеется специальный звуковой сканер для отображения текстов и картинок, тонометр, термометр и другие полезные вещи. Дети сами рассказывают обо всех возможностях. Торжественно встретили гостей в школе номер 10 города. Отметим, образовательное учреждение славится наличием кадетских классов разного направления. Девятый класс ФСБ встретил делегацию у входа в школу. Ребята продемонстрировали свою великолепную выправку и строевую подготовку. Гости прошли по кабинетам и залам. Милан Сахарбогатова пообщалась с педагогами, а также с детьми, которые посещают школу. Не всякая школа может похвастаться оборудованием для реабилитации детей-инвалидов. В школе номер 10 на грантовое средство и согласно федеральной программе «Доступная среда» приобретены и сейчас успешно применяются информат, подъемник, спортивные тренажеры, оборудована сенсорная комната. Все это увидели гости семинара. В нашей школе 61 ребенок с ОВЗ. Из них 9 инвалидов. 52 ребенка с ОВЗ, с задержкой психического развития. Дети занимаются по адаптированной программе. На каждого ребенка создана адаптированная программа. Каждым учителям, по каждому предмету. Индивидуальный подход предусмотрен. В школе у нас, мы смело можем сказать, что у нас инклюзивное образование, потому что каждый ребенок занимается по адаптированной программе. В заключении Милана Маратовна поблагодарила организаторов за активную деятельность и пожелала дальнейшей успешной работы. Дети должны знать, как защитить себя, если вдруг родного взрослого не оказалось рядом. И очень бы хотелось, чтобы эти программы касались и детей инвалидов в том числе. Ну, наверное, это вот то, что я бы хотела пожелать, потому что время диктует свои условия. И я думаю, как взрослые, мы должны слышать эти условия и все-таки помогать нашим детям жить достойно. Хоккей, фигурное катание и другие ледовые виды спорта в недалеком будущем станут доступны для коммертаутцев и жителей соседних районов. Идея построить в городе ледовый дворец воплощается в жизнь. Об этом говорит тот факт, что в микрорайоне Восточный полным ходом идет строительство этого объекта. Генеральным подрядчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «Акрополь». Наша съемочная группа побывала на месте возведения ледового дворца, а также узнала у генерального директора строительной фирмы Хайдара Гайсина о нынешнем состоянии дел. По ледовому дворцу сегодня обстановка такая. Сделаны земляные работы практически 100%. Котлован, подготовка под начало фундамента. Сегодня по фундаментным подушкам бетонирование аналитной части ниже нуля тоже сделано сегодня где-то более 50%. Подготовлен весь материал на нулевую часть металл, опалубки. Поэтому сейчас по этапу мы идем и в течение недели мы начинаем уже с одной стороны завершать нулевую часть и как бы обратной засыпкой и уплотнение грунта там внутри здания начинаем. Строительство идет полным ходом. Материалами мы обеспечены. В конце октября стараемся закончить нулевую часть и получше. Кроме этого, на данном этапе строительства ведется активная работа по закупкам сандрич-панелей, кровли и других материалов. По словам генерального подрядчика, все идет по графику. Но, как и в любом большом деле, имеются свои сложности. Проект всегда, конечно, в сегодняшнее время проблема всегда возникает с проектом. Готовность проекта, хотя говорят, утверждают, что все готово, но выдают, конечно, частями. Сегодня еле-еле до конца еще не дополучили сметную часть. А без смета работать очень тяжело, потому что изучать надо стоимости материалов, стоимости работ. Бывает привлечение все-таки много таких специальных организаций, которые по технологии, например, монолитного бетона, надо серьезные организации. Потому что это широкопролетный объект, там же, где хоккейная коробка, очень широкий, поэтому бетон должен быть идеальный, монолитный. Пригласили уфимские фирмы, тоже проводили тендер среди них, выбрали самый более оптимальный, работает неплохо. Хорошие специалисты. И в дальнейшем, вот на следующие этапы тоже, чтобы это проходить, нужна окончательность мета. С точки зрения строительства, Ледовый дворец – объект сложный. При его возведении приходится учитывать множество факторов. По сравнению, к примеру, со строительством жилого дома. Это же не только конструктивно, технологически сложный объект. Это вот бассейн, сложный объект считается. Но сегодня это Ледовый для нас более сложный объект. Ну, мы, конечно, набирая опыт там с годами, мы прошли, ну, такие технологические, то есть, эти бассейны, уже два бассейна построили, мы сами опыт имеем. Овощехранилище, вот современные там, с климат-контролем построили, тоже голландские технологии. Вот, типа, таких объектов, но это немножко сложнее, но не так страшно. Но, как бы, надеемся, что мы его осилим обязательно. На этой неделе сотрудники ГИБДД по городу Кумертау, налоговой инспекцией и служб судебных приставов проводили совместный рейд по выявлению лиц, не оплативших налоги и штрафы в сфере нарушения правил дорожного движения. Подробности смотрите в сюжете моих коллег. На основании постановления правительства Республики Башкортостан, Федеральная служба судебных приставов, Дорожно-постовая служба и Федеральная налоговая служба проводят совместные рейды по выявлению должников, которые не вовремя уплачивают налоги и сборы. В банке данных службы судебных приставов находится более двух тысяч исполнительных производств. Их общая сумма превышает 34 миллиона рублей. Одним из методов взыскания долгов являются рейды на дорогах города. В ходе таких мероприятий инспекторы ГИБДД проверяют документы владельцев авто, а сотрудники службы судебных приставов и налоговой службы проверяют водителей по базе данных на предмет наличия штрафов, а также задолженности перед государством по неуплате налогов. Тем, кто оказался в списке должников, рекомендуют в ближайшее время погасить имеющиеся долги. В случае неуплаты долгов долги могут взыматься по решению суда в двойном размере, могут изыматься деньги со счетов должников, могут арестовываться транспортные средства, либо другое движимое или недвижимое имущество. В случае неуплаты вовремя налогов, налоговые начисляются на данный долг, пенни, в размере 1,03 от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подобные рейды будут продолжены, поскольку они способствуют исполнению должниками обязательств перед бюджетом, а также повышению уровня правосознания среди граждан. Информацию о наличии у вас неоплаченных штрафов и иных задолженностей можно проверить на сайте Госавтоинспекции МВД России, в личном кабинете налогоплательщика или же в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов. 1 октября началась осенняя призывная кампания. Продлится она до 31 декабря. За это время на сборные пункты будут призваны новобранцы из городов и районов республики, в их числе и кумертаусцы. Накануне для будущих защитников Отечества в Доме культуры Рассвет прошел День призывника. В Кумертаус стало доброй традицией собирать вместе призывников перед отправкой вооруженной силы страны. И эта осень не стала исключением. Из нашего города и Кургазинского района планируется отправить около 150 человек. В военном комиссариате уже полным ходом идет работа с призывниками. Осенний призыв начался. У нас отправки планируются с 21 октября. Будут проходить до конца декабря. Ребята будут планироваться по видам родов войск в соответствии по состоянию здоровья. Изменей как таковых особых нет. Единственное, будет новая форма одежды. Уже 4 варианта формы одежды, в котором ребята будут уходить из республиканского сборного пункта войска. Ребятам будут выдаваться каждому мальчику 3-7 карты, что позволяет будет общаться с родителями, с близкими родственниками. На торжественное мероприятие по случаю Дня призывника пришли представители администрации города, духовенства, ветераны боевых действий и вооруженных конфликтов. В адрес будущих защитников Родины звучали слова пожеланий и напутствия. За год срочной службы новобранца предстоит многому научиться. Армия, конечно, это не дом благородных девиц, а все-таки серьезная школа. Будет тяжело, надо будет перестраиваться. Очень серьезно. Физически там хорошие такие нагрузки, тем более сейчас сами видите, какие учения проводятся. Ну и по крайней мере сейчас интересно служить. Общаясь вот с ребятами, которые приходят, отслужив из армии, говорят, вот учения, это, блин, хорошо, это интересно. Творческие коллективы города подготовили концертную программу. Для приглашенных звучали песни об армии, патриотизме, о России. Это была последняя новость уходящей недели. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин